Итак, здравствуйте народ! Сегодня у нас чудесный денёк для снятия видео в рубрику «Что внутри?». И сегодня у нас послужит один весёлый аппарат, который достался на дурняк. Посмотрим, что можно с него полезного вытянуть для использования. Ну и сегодня люблю я сильно DVD разбирать. Это у нас Samsung DVD-R370 моделька. Вот такой вот, не сказал бы, что сильно добротный аппаратик, но пока не мере сделанный, что корпус не прогибается пальцем. Итак, давайте поглянем, что здесь у нас сзади. Год выпуска я чё-то не вижу. Ну то ладно. Главное, сделанный в Индонезии уже хорошо. Что не в Китае. Ну и давайте вскрывать. Для начала расскажу, что в них бывает полезного. Ну, во-первых, сетевой кабель для всяких мелких приборов на 220. Это сразу будет полезно и потом. Такого пока сверху наружного ничего не вижу. Давайте внутри посмотрим. Так, отвертка, отвертка, берём отвертку. В некоторых DVD даже есть USB-разъёмы. Они классно выпаиваются и используются вторично в других устройствах. У меня самого где-то лежит целое коробище USB-разъёмов разных посортированных для вторичного использования. Ну и частенько бывает надо, потому что бывает в другом устройстве не какой-то там USB 3.0, а самый обычный USB, и его надо поменять, потому что он выломанный. На новый денег нет, а в бэушных нормальных состояниях завались. И самый большой интерес в том, что в некоторые вот эти вот DVD-шки, в них вообще этот разъём не использовался никогда. Бывает, что по нему видно, что он даже не юзанный, ну, нутсовый. Так, вот такая вот крышечка. Ну, тоже хорошая, можно, если надо, кусочек металла куда-то вырезать. То нормально, пацан не прогибается. Ну, как всегда, корпус можно использовать под какой-то прибор, переделать. Ну, это само собой. Так почти каждый можно прибор использовать. Что у нас здесь полезного. Ну, во-первых, как вы помните, в дисководах есть лазер, есть моторчик. И иногда попадаются такие дисководы наподобие компьютерных. И с них можно сделать довольно полезную штуку. на основе лазера. Типа что-то гравёра по дереву лазером. Ну, или по других вещах, на которых лазер может отображать. Но это не со всеми дисководами работает, а только с пишущими. А пишущие дисководы в DVD-шках довольно редко стоят. Ну, это я как просто пример говорю. Смотрим дальше. Ну, соответственно, можно использовать блок питания. Во-первых, в нём плёночные разные есть. Потом разные микросхемки в плане стабилизатора на 5 вольт, например. Или что-то наподобие этого. Предохранители. Ну, в принципе, иногда можно конденсаторы, потом транзисторы, диодные сборки. Можно трансформатор использовать. Или на родной намотке. Или можно его... Есть много видео, как его перемотать в интернете. Я таким не занимаюсь. Я чаще если использую, то его родные обмотки. Если такая необходимость есть. Также с этой вот стороны у нас здесь присутствует немного микросхем. В плане процессор данной DVD-шки. Оперативная память. В принципе, без лупы. Я дальше не сильно разберу, что здесь еще есть. Могу так примерно сказать SMD-конденсаторы, резисторы, ну и тому подобное SMD-детальки. Также можно использовать клавишу включения. Она выпаивается, переставляется в другое устройство, где вам она надо, без проблем. можно немножко перепрограммировать. Я не знаю, как насчет Arduino, но возможно, что может быть, можно и к Arduino подключить сам дисплей и сделать на него отображение например, часов. Просто покупается мини-Arduino, маленькая такая платка. И подпаиваются проводочки, ну и зашивается программка. Ну, я так предполагаю, что скорее всего на дисплее самом, ну, я точно не знаю, я предполагаю, что есть какая-то память, в которой залито то, что возможный вариант отображения. Но я думаю, оно скорее всего не в дисплее, залито где-то на самом плате процессора DVD. Также здесь бывает на вот этой вот плате микросхема звуковой карты, что выводится звук. Ну, везде она разная и бывает такое, что не бывает. То есть просто обычно линейная выводится звуком, а усилитель отдельно. чаще всего на сабвуфере системе 5.1, которая подключается к DVD. Ну, в принципе, давайте подкручиваем, рассмотрим дисковод, платы с разных сторон. Я, в принципе, этот DVD полностью разбирать не собирался, но ладно. его собрать обратно не проблема совсем. Просто может кто не видел конструкцию дисковода с нижней стороны. Такие люди бывают. Так, нет, что-то не то. центральный винтик просто бывает там два и там два. А бывает здесь просто защелки и немножко так крышку подтаскаешь и вынимаешь это все. то есть разные системы крепления. Не везде оно одинаково. так, чтобы попытаться попытаться не вырвать. Соединим его шлифа. моторчик 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 выдвига дисковода. потом вот стоит моторчик, который двигает лазерную головку туда-сюда. ну и там внизу лазерная лазерная головка. Я просто разбирать полностью дисковод не сильно хочу, потому что это DVD оно рабочее. и будет жалко. Если оно рабочее, возможно еще пригодится. Или сам дисковод, или любая из плат. Потому стараюсь все аккуратно и не разламывать, потому что некоторые дисководы, например, самсунговские один, может подойти совсем к другой модели DVD. ну вот как-то так. Ну платы, я думаю, снимать не стоит, потому что могу только крупнее показать, потому что снизу там редко что бывает, ну вообще практически не бывает. Чаще всего ножки только конденсаторов электрометических и все. Забыл сказать, следите, чтобы не отлетало. А если отлетало, то аккуратно. Потому что можно потерять, а потом будет, если собирать будете DVD, выглядеть будет непротиментально. Ну, короче, некрасиво. Ну, вот так вот вблизи выглядят данные платы. кому интересно. Ну, в принципе, мелких компонентов довольно-таки бывает достаточно. я просто сейчас занимаюсь тем, что не курочу каждый DVD подряд. Если оно рабочее, я его стараюсь хранить рабочим до момента, когда оно мне понадобится для какой-то самоделки. Или, возможно, кому-то понадобится, чтобы его продать. это чаще всего знакомым, потому что в интернет или кому-то недоход знакомые обычно разбирают кому надо за символические деньги, потому что сами понимаете, канал требует какого-то спонсирования, без этого он существовать банально не может, потому что если делаешь самоделку, нужны чаще всего китайские детали. Ну, например, какой-то дисплейчик. Ну, вот, типа вот такого вольтметрика. Ну, дисплейчик под вольтметрик. Цель получается зарядная плата от док-станции беспроводных наушников. Ее историю и мои нынешние беспроводные наушники я расскажу в другом видео и расскажу вам некоторые секреты, почему не стоит покупать некоторые наушники. это так, превью для одного из роликов, который выйдет ну, я думаю, довольно скоро. Ну, спасибо, кто посмотрел. щиро дякую. Ставим лайк, дизлайк, пишем комментарии. Кому сильно понравилось, ну, и вообще понравился канал, подписываемся. На канале есть очень много чего интересного. Можете плейлист прогортать полностью. на канале сейчас около 400 роликов, а то, наверное, и больше. Потому что я раньше считал их, сколько я выложил, а сейчас я уже не считаю, я просто снимаю и выложу. И всё. Некоторые видео выходят очень редко. Это такие, как ремонт чего-то и так далее. Но это из-за того, что их очень долго сильно монтировать, потому я не люблю ремонты как таковые снимать. Я люблю снимать итоги ремонта, модернизации наподобие видео, что внутри. Когда я уже в устройстве кое-что модернизировал, кое-что переделал. Ну, есть вариант, что я могу снять, например, исходное состояние устройства и потом к этому кусочку доклеить тот кусочек там, где уже рассказ про внедрение моей и модернизации. Вот как-то так. Ну, всё. Дякую. До следующих видео. Надеюсь, не сильно видео затянул. Ну, не знаю, как насчёт информативности, но надеюсь, вам понравилось. Всем пока. пока.